Here we go! Всем привет! Сегодня мы расскажем, как сделать вигвам для ребенка. Мы будем делать не какой-то там особенный из супер материалов, который будет прошить со всех сторон. Нет! Мы покажем, как его сделать быстро и качественно. Для создания вигвама нам понадобится 4 одинаковых палки. Их можно купить в любом строительном магазине. Будь то это палки от щеток или использовать из леса обычные ветки. Их сложнее найти, подобрать, чтобы они были идеального размера и чтобы они не были сильно острыми. Поэтому мы воспользовались обычными строительными палками. Для наклёжности в каждой палке мы просверлили дырочку. Вот такую. Их можно не просверливать. Но если у вас есть возможность, тогда просверлите. Также нам потребуется моток ниток. Клеевой пистолет. Обычные ножницы, чтобы отрезать веревку. Простыня или любая ткань, которая подойдёт вам по размеру. У нас это будет простыня. И самая большая наволочка, которую можно найти. То есть это будет служить ковриком. И соответственно, то, чем наполнить эту наволочку. Это наполнитель для нашего коврика. Итак, первым делом, если в ваших палках есть дырочки, то через них надо протянуть верёвку. Вот так вот. Итак, верёвку мы протянули. Теперь нужно это всё расставить так, чтобы мы могли их закрепить. На этом моменте нужно поставить их как можно ровнее. То есть сначала поставьте, потом посмотрите издалека, как это будет выглядеть. Потому что если вы их криво поставите, то соответственно и игвам будет тоже кривым. То есть для удобства вы можете, например, на полу какие-нибудь точечки отметить, чтобы поставить на них ровно палки. Или просто на глаз. Как только все четыре палки выровнены, вы можете их связать. То есть связываем мы просто вокруг обматываем. Обматываем столько раз, сколько потребуется, чтобы вы почувствовали, что эта конструкция крепко стоит. Обматываем. Это можно где-то раз десять обмотать. Даже если потребуется, то раз двадцать. Вот мы для крепкости. Также небольшое начало верёвки оставьте чуть-чуть, потому что вы будете другой конец с этим связывать. Сама конструкция готова. Ненужные концы можете либо спрятать, либо обрезать. Следующий этап это примерка простыни, которую мы будем использовать как ткань. Не используйте какие-то плотные материалы, иначе ваш бегвам просто не будет проходить воздух. Проверяем, подходит ли она нам по размеру. Вот она будет вот так у нас. Теперь самый главный момент. Как её закрепить? Да, в обычных бегвамах, магазинах они все пришиты, прошиты. То есть в простыне вот здесь уже делают специальные кармашки, чтобы изначально протянуть эту палку. У нас нету никаких швейных машинок, да и времени, чтобы сидеть и часами вышивать всё. Мы сделаем проще. Мы приклеим эту простыню на жидкий клей. То есть мы возьмём клеевой пистолет, намажем палку и просто к ней приложим простыню. Ещё один главный нюанс. Это чтобы когда вы приклеили простыню или пришили, как я не знаю, как это назвать, чтобы здесь оставались дырки. Обязательно. Потому что если вы закроете бегвам, воздух не будет проходить. Поэтому должен быть путь к воздуху. Ну и это немного света, если вы используете тёмную ткань, как у нас. Вот, мы примерили. И сейчас будем наклеивать, посмотрим, как это держится. Значит, берём, здесь проводим немного клея, добавляем. То есть вот, буквально 3 сантиметра. И прикладываем саму ткань. Прикладываем и прижимаем. То есть она моментально приклеится. И готово. То же самое проделываем со всех четырёх сторон. Намазываем. Прижимаем. То есть тут приклеено. Как мы уже говорили, надо внутрь положить наш коврик. Мы решили взять обычную нагулочку. Которая подходит по цвету. И положить в неё какой-то наполнитель. Теперь осталось решить, что мы будем делать с этим. То есть либо мы это тоже будем закрывать, или же нет. То есть вы можете, по сути, оставить как есть. А можете заклеить, чтобы вот так было. Идём проверять новый домик. Смотри, какой домик. Ну, заползай в него. Заползай в домик. Аничка, там можно спать? Аничка, можешь там... Ложись спать. Ляг там, Аничка. Сразу закрывается. Всё, закрываемся. Ты выселяешь всех, Ань? Всё, всех выселила? Домик только твой? Ложись спать. Ложись на подушечку спать. Вот умница. Молодец. Молодец. Аничка, это вот твоя новая жилплощадь. На, ложись. Прилят. Итак, наш вигвам готов. Теперь там может играться ребёнок. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова